здравствуйте дорогие друзья вы на канале тонн тиви и мы смотрим программу разбор полетов сегодня гость нашей студии заместитель мэра аж дода владимир гершов здравствуйте скажите пожалуйста когда израильские средства массовой информации пишут и говорят по поводу нелегальной миграции то в основном фигурирует южный тель-авив и все проблемы связанные с ним скажите в аждоде этого нет или в аждоде эти нелегалы ведут себя гораздо лучше приличнее и создают проблем вообще бы скажем так это явление можно назвать его явлением оно пришло с юга первыми городами которые были это и лад арат а затем аждот значит еще два с половиной года назад мы подняли этот вопрос в общем-то мне пришлось привлечь и ваших коллег из астралийского телевидения из телевидения русскоязычного вот тем не менее это не получило тогда так сказать такой широкой огласки и размаха потому что было их мало особенно в аждоде первое мы естественно заботились о своем городе об аждоде потому что поступили так сказать жалобы что они появляются может быть это было вызвано тем что это в принципе наиболее заметное вот в соответствии с тем что это все-таки выходцы из африки наиболее заметно увеличение их количества потому что уже были такие волны волны китайцев потом румынских рабочих и так далее тем не менее первыми кто стал вообще жаловаться на это явление были выходцы из эфиопии наши олим да да они это делали тихо скромно вот потому что они не хотели огласки потому что это неправильно могло могли понять вроде как как бы вот но дело в том что первая община которая начала страдать от этого это именно они потому что первые кто подверглись скажем так вниманию это были девушки эфиопской общины вот и это естественно вызывало молодежи эфиопской общины какое-то недовольство которое распространялось вот значит в тот момент когда мы подняли этот вопрос это не я могу сказать даже то те хозяева магазинов многих которые находятся именно в том районе а в основном они базируются на с районе бета не отказывались даже дать интервью сказали нас это мало тревожит что они здесь появились немного позже у них свои торговые точки стали образовываться значит я обратился к министру арановичу с этим вопросом и он тогда еще разъяснил что дело даже не в том какие меры может принять полиция потому что полиция принимает только те меры которые позволяют ей законодательство в настоящий момент и как определяет государство эта проблема в том что во первых многие из них не определены они политические беженцы или нет у тех которых нет разрешения первый кто должен сделать это правительство израиля в частности министерство внутренних дел принять такое решение мы его осуществим но самое главное он сказал что ты даже себе не представляешь что тенденция проникновения через границу с египтом она увеличивается для меня например хотя я знал что у нас так сказать в то время никто не говорил об арабской революции или веснея никто не ждал каких-то таких резких изменений с египтом было как-то странно потому что из прошлой жизни мы привыкли граница на замке и кроме того я видел границу из иордании видел границу как выглядит граница с левадом я даже не подозревал что настолько она проникаемая поэтому если мы ищем причины как они здесь появились фактически что произошло произошло то что граница абсолютно оказалась свободно по всей видимости те кто их приводит они тоже до этого свободно курсировали между территории египта и здесь а в основном это бедуинские скажем так кланы или племена которым возможно взамен за что-то армия позволяла курсировать я не хочу так сказать тень на нашу армию что она замешана там было в каких-то этих самых но не может на голом месте появится проводники и так далее так далее потому что вы совершенно правильно сказали в южных районах эрдона стали появляться не да поверхăлись в радио велись они появились да они появились у нас но это ж не комары они не больше не heck не дать aspects я спрячено мы радующих начали принимать на работу несмотря Dragonsha больше положение о том что принимать на работу нелегальных рабочих запрещено это вообще и было это никакое ни новшество ничего не легальных рабочих запрещено принимать вот в то время это не было не выглядело так тем не менее они стали значит торговой точки свои и так далее это все понятно хорошо но что делать я объясню какие были приняты допустим вождали мы поняли что орнович сказал чтобы его единственная сейчас цель добиться от правительства начала строительства забора я не хочу сказать что это я повлиял на министра орновича но тем не менее видимо было немало таких обращений потому что это еще раз я повторяю было до того как произошло в египте революция и так далее владимир строительство забора это детский лепет потому что строительство забора даст свой результат самая скорая через нет ну скажем так что через год а то через полтора забора это уже сейчас преграда которая должна быть это для будущего в настоящий момент есть тысячи десятки тысячи наших властей даже наших так скажем так несмотря на у нас по многим вопросам власть она бесхребетно она проявляет непонятные мягкость по поводу захвата земель которые происходят на юге кстати и в негеве бедуинами вот сейчас только как будто сейчас эта проблема появилась вы слышали что есть сейчас то есть появилась программа каким образом расселить их каким образом удовлетворить или бедуинов мы сейчас оставим оставим теперь значит что какие меры сразу приняла наш муниципал во первых только их появилось несколько сотен на сегодняшний день по официальным данных издетов в районе полторы тысячи в артуре по неофициальным я думаю что их около двух тысяч понятно что это не южный тель-авив где вообще непонятно сколько их 50 тысяч или так далее такая огромная масса первые которые начали шум вновь избранный мэр города рада я был с ним на связи которые тоже сразу подняли вопрос потому что а рад маленький город и там это вообще приобрело что спасло рад почему вы из-за рада они двинулись некоторые решили что это какие-то подвижки которые власть то что найти работу в округе рада уже стало невозможным для них и поэтому они двинулись в южный тель-авив они дошли до аждода а большинство поехало в южный тель-авив борис первые действия правительства которые по крайней мере сейчас декларируется возникли не в результате того что мэр аждода или мэр а рада предприняли в результате а вот когда шхуната тиква вышла на улице когда полетели первые первые они начали возникать уже раньше я вам объясню даже что допустим в том же аждоде в том аждоде принят целый ряд мер стало очень тяжело домашним для них открыть свою точку для торговли и была уже просьба другая мы говорим о том что они не открывают в аждоде мечети хотя уверяю вас что если часть из них получит статус гражданство и так далее не будет другого пути как разрешить это делать вот только этого нам и не хватало значит мы не дали им был такой цель духовный центр или что-то это по сути дела мечеть хотя часть из них действительно христиане из южного лива но в данном случае мы не берем это мусульман южного суда на мусульмане это или христиане это так сказать тот момент когда если вы помните это было примерно год назад может быть чуть меньше когда министр внутренних дел или и шай хотел несколько семей отправить когда поднялась волна детей как можно детей это не яглуб дейли оставьте детей детей нельзя то дело в том что вопрос то в том что вот эти призывы вот эти как скажем не бывает через вы чрезмерных там забота о правах человека есть забота о правах человека это нормально это нормально нельзя стрелять в живых людей нельзя так сказать за морить их голодом люди которые я не говорю про террористов секундочку люди которые нарушают государственную границу сложный вопрос я не могу ответить однозначно что можно стрелять на поражение в этих людей не могу это но преградить это делает и сами соединенные штаты велика демократическая страна на границе с мексикой то есть когда они не пускают они сажают они отправляют и так далее так это должно быть вот но кроме того я например приложил предложил мэру которую меру которая не была принята допустим в том же нашем муниципалитете я предложил давайте кто что мы к работодателям не можем применить ничего потому что это не функция муниципалитетов на самом деле это министерство торговли и промышленности инспекторов и так далее внутренних дел муниципалитет в данном случае ничего но мы можем другое давайте примем меры к тем которые сдают если он сдает квартиру допустим нелегалом накладывать на него штраф проконсультировались у юридического законно про проконсультировались юридического советника министерства внутренних дел он сказал ни в коем случае вы не имеете права принять такой местный закон что значит вы он одним сдает другими сдаем огонь нет машине из-за того он не сдает что они другого цвета другого вероисповедания из-за того что у них нет права на проживание в израиле если они незаконны почему применялась когда арабы с территории ночевали и так далее к тем кто давал им этот ночлег и тогда применялись меры административные меры к тем хозяин которые на стройке давали им ночевать это есть существует мир почему в данном случае нельзя нет это нельзя это ни в коем случае потому что само правительство сам министр внутренних дел он все время находился в таких вибрациях в решении таких вопросов как только наша часть нашей интеллигенции причем она громко кричащая тех которые за права человека и так далее так далее в данном случае вот подняли шум сразу они пошли на попятную потому что на самом деле сегодня мы подвергаемся нападкам по этому вопросу и из правозащитников других стран я уже читаю о том что организации пожалуйста владимир я не пойму одно хорошо завтра ни одному иностранному эмигранту этому самому инфильтранту не будут предоставлять работу нет завтра полная одну секундочку завтра не будут значит на какой на какие средства они будут существовать значит послезавтра начнется разбой убийство грабежи на улицах деваться им некуда вы сейчас не решение проблемы совершенно верно вы сейчас подходите к тому моменту когда есть разница в оценке ситуации тенденции между специалистами из полиции из полиции и всех остальных в данном случае когда говорят не давать им работы и все и все прочее на самом деле вот сейчас вот в данный момент сдать остановить не давать им работать сначала надо этот поток установить поток отток скажем так установить этот отток надо выявить только тех которые да действительно политические беженцы скажем так попытаться их обустроить зарегистрировать у них должно быть нормальное медицинское обслуживание уверяю вас нету 10 процентов из тех которые тут находятся это по даже по самым-самым большим предположением нету десяти процентов среди них которые имеют такой статус и могли бы законно но с ними надо работать надо выявить этих всех остальных надо стимулировать их отъезд стимулировать их отъезд когда раздаются голоса стимулировать это бросать бутылки зажигать нет бросать бутылки во первых это ничего не Это вызовет отчасти их общины, вызовет реакцию, которая непредсказуемая, приведет к еще большей реакции местного населения, которое вроде справедливо. Но наше правительство понимает только такие меры. Наше правительство слишком поздно все делает всегда, точно так же, как наша пресса. Она начала делать ровно после того, как начались беспорядки. Точно так же делает наша пресса. Наша пресса израильская, она поднимает эту проблему и начинает ее муссировать в тот момент, когда она становится горячей. Она горячая. Сегодня она горячая, но решать ее все равно надо. Тогда последний вопрос. В Ашдоде есть демонстрации? В Ашдоде была демонстрация на днях, которая тоже требовали убрать их и так далее. Но она не в такой форме, как в Тель-Авиве, но тем не менее она была. У нас выступал представитель организации, которая борется против засилия инфильтранов. У вас есть филиал такой организации? У нас нет филиала такой организации. Я не вижу нужды ни в каких таких организациях. Достаточно, что у нас есть члены организации правозащитных и так далее. Так правозащитные и как раз наоборот. Да, защитные и наоборот. Потому что, к сожалению, мы та страна, где разброс мнений настолько широкий, что или с этого края мы всех травить собаками, стрелять и так далее. Или с другого края, когда всех целовать, но целовать лучше в другом месте, не у себя по соседству. Потому что есть в этом справедливость. Почему-то не попытались их расселить даже по тому же Тель-Авиву. Почему нет в северном Тель-Авиве? Почему нет в районе... Нет, ну их нет, потому что там дорого, там все понятно. Там дорого, но там тоже можно поделить квартиры. Все равно нашлось бы желающим. Но там это невозможно, потому что это встретят осуждения от соседей и так далее. Не принято. Не дадут. Одним словом, не дадут. Владимир, последний. Очень коротко. Вы беседовали с Арановичем. Не один раз. Не один раз. Что-нибудь он вам сказал в разумительное то, что вы можете сказать, но то, что не публиковалось в прессе. То есть он сам как человек, не как министр. Да. Он видит какие-то пути решения? Он видит пути решения. И, как я сказал, одна из них, самое главное, не дать им проникать сюда. Вторая. Наладить и дать полиции возможность работать по выявлению и выселению. Фактически полиция ограничены ее действиями. Только тогда, когда начинаются такие явления, как происходят сейчас в Шхунат-Тиква, в Тель-Авиве, вот тогда вступает полиция, потому что просто явное нарушение закона. То есть нападения, горячие и так далее. Это понятно. Муниципалитет имеет какие-то возможности оказать лоббирование, оказать влияние, давление на правительство? Муниципалитет имеет такую возможность, в смысле, те муниципалитеты, которые, может быть, недостаточно, они оказали такое влияние и давление, потому что у каждого муниципалитета есть свои партии, к которым они относятся. Они могли через свои партии, так сказать, сильнее и сильнее давить и тогда и шуметь и так далее. Но дело в том, что, к сожалению, у Илата эта проблема была по-своему. То есть до тех пор, пока они занимали эти ниши дешевой рабочей силы, так сказать, за бесплатно, они вообще молчали. Да, у Арада это как бы схлынуло. Аждот, так как эта, скажем так, проблема купировалась до какой-то степени, и она находится под контролем, я прямо скажу, она находится под контролем, тем не менее, это все равно недостаточно. У нас есть тоже случаи какие-то насилия, у нас есть тоже... Владимир, к сожалению, время наше истекает. Последнее пожелание. Пожалуйста. Давите на правительство. Мы очень на вас надеемся. Вы правы. Хорошо. Спасибо. Вы смотрели программу «Разбор полетов» на канале ИТОН-ТВ. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова